Соситом. Трудно, да? А у нас будет немножко вытягивание, пытаясь перейти. А где лампы за лимитные? Вот. Добавится? Да. А какой план по крупности? Давайте хотя бы дорогу дотянем, чтобы если я жестикулируюсь, по-французски буду то, чтобы... Давайте, чтобы дорог. Ну да. Хорошо. Давай чуть-чуть опустим. Давай. А смотри, вот так. Отлично. Может чуть ниже? Ниже. Вот так, да? Хорошо. И вам-то надо как-то поближе к камере сесть, чтобы я... Да. Да, кстати, почти в камеру смотрю. Телефон отключили? Телефон? Да. Уже все отключено. Три, четвертый, четвертый, четвертый. Рада приветствовать вас в редакции Ивана Бегмир. На это наши читатели создавали вам сегодня целый день вопросы и, конечно же, уже ожидают ответы. Лена, вот вы говорите, что будете помогать участникам выводить отношения, а вот у вас самой как в жизни сложилось? У нас есть муж, дети, дом, собака или кошка, расскажите, пожалуйста, что-то теплое и приятное? Говорят, что сапожник без сапог. Говорят, что сапожник без сапог. Это неправда. Плохой сапожник всегда без сапог. Женщина, которая может помогать другим выстраивать отношения в личной жизни, безусловно, должна сначала попрактиковаться в своей собственной. Должна вам признаться, что у меня все очень хорошо. Единственной проблемой у меня сегодня стоит не проблема поиска мужчин, а наоборот противоположная проблема, как избавиться от тех, кто уже не может. Почему фотографии в интернете не появляются в последнее время интересные, шикарные, такие, как были во время Каннского кинофестиваля? Были очень красивы в платье. Потому что Каннский фестиваль бывает всего один раз в год. Это действительно очень крупное мероприятие. Я крайне горжусь тем, что я была единственной русской, кто побывал на открытии Каннского фестиваля, на официальной церемонии в прошлом году, кого официально пригласили. И, конечно же, 6 тысяч аккредитованных фотографов и 30 тысяч аккредитованных журналистов на Каннский фестиваль – это колоссальная сила. Это больше, чем на Олимпиаду, это больше, чем на Оскар. То есть, конечно же, это было заметное явление, и таких явлений много не бывает. Поэтому я очень надеюсь ипотировать своим платьем вас и на будущий Каннский фестиваль, куда я уже предложена и должна открыть. Скажите, вот вы сказали русской женщины, русской звезды. Вы, я слышала, давно уже считаете себя далеко не русской, а француженкой. И, в принципе, уже даже похожи на француженку. Я действительно последние лет 10 живу в Париже, и действительно моя семья живет в Париже, поэтому я чувствую своим добрый к вам на Украину, или, как правильно говорить, в Украину я приехала тоже из Парижа. Но, тем не менее, продолжаю считать себя русским человеком, потому что это же кровь, это же молоко матери, и это не изменится временем. И можно жить по всему миру и быть человеком мира, но при этом все нужно помнить о своих корнях, и о своей родине, и о своих близких. Скажите, вы влюблены в Париж, как многие, кто хотя бы раз там побывал, или нет? Все-таки уже эти красоты вам кажутся более обыденными, есть какие-то свои проблемы связанные. Мне казалось, что я привыкну к Парижу, но каждый раз, когда я тут проезжаю по красивым местам, я всплескиваю руками и говорю, Боже, на какое счастье, что я живу в этом красивом городе. Это действительно самый красивый город мира, самый романтичный, самый модный. Ну и, конечно же, я знаю много того, чего я не знала, когда я в первый раз приехала в качестве туриста в Париж. Поэтому я считаю, что в этом городе еще много чего намешано, что не знакомо туристам. Но, тем не менее, я его очень люблю. Елена, у меня три вопроса. Первый. Какие мужчины вам нравятся? Ваше сердце сейчас свободно. Второй. Вы в своих книжках рассказываете, как соблазнять мужчин, а можете дать совет, как соблазнить женщину? И третий. У вас... Вы когда-либо делали пластические операции? Я не очень уверена, что мне важна тема, как соблазнить другую женщину. Поэтому на эту тему я не писала книг и не очень люблю давать рекомендации. Хотя своим близким друзьям и родственникам я всегда даю правильные советы, как грамотно манипулировать собственной половинкой. Что касается моей личной жизни, то у меня все хорошо, и мне очень нравятся разные мужчины. У меня большое сердце, и оно способно вместить многих. Но в основном, мне кажется, что это просто должен быть очень хороший человечек. Это самое главное. И вот следующий просто комплимент. Этот же человек, это мужчина, который по поводу пластических операций. Вы мне просто очень сильно нравитесь, и хотелось бы верить, что в жизни вы настолько же хороши, как и на фото. Я вас уверяю, большинство людей, которые со мной столкнутся, каждый раз говорят мне одно и то же до банальности, что я в жизни лучше, чем на экране или на фото. Примеров там множество, поэтому я искренне считаю, что камера меня еще не доценила. Лена, откуда у вас опыт в НЛП и психологии? Вы же геолог по образованию. Со мной случилась грустная история. Я думаю, что это случалось в жизни каждой женщины. Мне изменил молодой человек. Я первое время еще не переживала. Я прорыдала три дня, попала в депрессию, перестала выходить, и все публичные мероприятия отменила. А потом характер взялся в своем. Мне захотелось, как человеку из научной семьи, который привык ко всему подходить с научной точки зрения, мне захотелось узнать, что же нужно делать, чтобы мужчины больше никогда не изменяли, чтобы никто никогда не сделал мне больше больно. Что нужно делать, чтобы уметь выбирать себе мужчин, не позволять себя выбирать, а научиться самой управлять этими отношениями, и чтобы можно было согласить любого мужчину. И я обложилась в литературе, и это единственный источник, из которого я черпаю информацию. Биохимия, сексология, психология, соционика, всевозможные сопредельные науки, науки любви. И все самое ценное, все самое нетленное, ну, например, красный цвет вызывает производство гормонов у мужчин. Или определенные эфирные масла вызывают определенные биохимические изменения в организме и возбуждают. И вот все, что не изменилось со времен, не только нашего бабушек, а первого родного общинного человека, то я выписывала себе в папочку. В папочку выросла до целой, такой толстой папки, что я решила поделиться этими знаниями с другими. Раз мне это было так полезно, я решила сделать на основе этой папки книгу. Книга неожиданно в России стала бестселлером. Потом из этой книги родилась масса всяких продуктов. Родилась аудиокнига, потом продолжение этой книги родилось. Ну, в общем, масса всего-всего. И вот до сих пор, я читаю мастер-классы на эту тему, 5 часов большому-большому количеству женщин. Я летаю с этими мастер-классами не только по нашей стране, а по всем секретельным странам. В общем, мне вот эта несчастная история помогла добиться, с одной стороны, максимального знания в вопросе. Теперь я понимаю, почему я, в общем-то, не став лучше, я была только моложе и симпатичнее, но при этом бывали у меня 14 февраля и 8 марта одинокими и холодными вечерами. А сейчас у меня нет таких проблем. Хотя, в общем-то, я не могла стать лучше. Я только просто осознала, в чем суть этих отношений. Ну и выучила огромное количество вопросов, изучила материалы, которые помогают мне сегодня утверждать, что я понимаю эту тему. Но вы рады, что отношения, взаимоотношения между мужчиной и женщиной стали самой главной темой в вашей жизни? Мы пишем. Здрасте. А можно мы вас позовем потом? Можно мы вас потом позовем? Да, конечно. Ну, в смысле, вы не будете? Мы так тассировать пока не будем. А, ну хорошо. Это моя семья. Вы мне здесь. Вы рады, что... Это наша камера, и вы ее подтолкнули. Теперь вы ее от меня отвернули. Нет, нет, нет. Все четко в кадре, по центру. А тогда, значит, было малоим отзыва. Ага. Смотрите, все четко. Да, все хорошо. Давайте просто не будем дальше трогать. Вы рады, что отношения ваши, в принципе, то, чем вы живете, ежедневно стали главной темой вашей жизни? То есть вы, по сути, по своей, занимаетесь отношениями, помогаете строить отношения другим людям, ну и так далее. То есть вы этим живете, пишете об этом, встречаетесь. Я полагаю, что некоторые предметы, которые являются обязательной частью программы школьного образования, как химия, или как физика, или как, уж не знаю, что еще, математика, на самом деле, хоть и очень важные науки, но гораздо менее, на мой взгляд, важны для каждой женщины. Для каждого мужчины, как наука психологии, которую, к сожалению, не изучают в школе, и неграмотность психологической населения меня ужасает. Большинство женщин, которые от природы являются красивыми физиологически, потенциально красивыми женщинами, ведут себя так безалаберно и безобразно в своих личных отношениях, что некоторые, уходя с моих мастер-классов, говорят, вы знаете, как жалко, что вы нам не встретились, лет 20 назад, мы все неправильно делали. Поэтому я рада, что я могу хоть чем-то помочь тем немногим, тем единицам, которые до меня физически добираются, но мне очень жалко, что эта наука не изучается как обязательная часть программы. Представляете, возможно, когда-то действительно и в школе будет такой предмет, о котором вы сейчас только рассказываете, единицам на мастер-классах, это вполне, в принципе, вероятно. Откуда взялся псевдоним Ленина? Это же псевдоним, ведь так? Это у того парня был псевдоним, на самом деле его фамилия была Ульянов, если вы помните, а у меня фамилия. Лена, а правда ли, что у вас российское гражданство? Какие сегодня деликатные вопросы задаются, я сейчас дождусь вопроса, сколько у меня денег и с кем я сплю. Как вы относитесь к тому, что вас очень часто сравнивают с Анфисой Чеховой? А кто это? Российская телеведущая. Не могу откомментировать никак, видите. Лена, откуда вы берете сюжет для своих книг? Насколько они автобиографичны? Любой писатель, любой художник, любой творец, создавая свои творения, безусловно, через свою собственную призму преобразует все, что приходит к нему из мира внешнего. Безусловно, все намного автобиографично, и даже если проживала это не я, моя подруга, как, например, книга моя об альфонсах или любовных мошенниках, написана на 13 историях моих подруг. Из них только одна, моя личная, все остальные истории моих приятельств, деловых предпринимательниц. То есть, конечно же, все во многом биографично, но нужно быть очень хорошим знатоком моей жизни, чтобы отделить автобиографичную часть от вымысла. Ведь в писательском ремесле очень важно воображение, и я им активно пользуюсь. Кого из звезд вы могли бы назвать своим другом? Понятие дружбы в шоу-бизнесе очень ростовичатые понятия, несмотря на то, что все друг про друга говорят в глазах, как о друзьях, за глаза, как плохо, всегда как о соперниках. Но я думаю, что все-таки человеческие отношения коснулись и этой нечеловеческой области жизнедеятельности. И там тоже складываются теплые приятельские отношения, дружескими я бы их не назвала, конечно, но приятельские отношения неизбежно складываются. И наоборот, серьезные антипатии возникают. Я, например, сожалею о некоторых супергениях российской эстрады, с которыми я познакомилась в жизни, и они меня разочаровали в жизни. Хотя я очень любила их по их творчеству раньше. Но зато есть и очень приятные исключения из этого правила. Мне гораздо больше понравились некоторые ребята в жизни, чем я относилась к их творчеству. Например, я в восторге обнаружила в Натальи Гулькиной, кумире моей молодости, бывшей солисткой группы «Мираж», абсолютно доброго, щедрого, великодушного человека. Мы подружились с Сашей Барыкиным, прекрасным человеком, совершенно не звездным. При том, что у любого звездного человека есть неизбежно какой-то градус звездной болезни. Не может не быть. Когда перед вами двадцатитысячная толпа рвет рубашки и бросает бюстгальтер на сцену в крики выступлений, безусловно, звездная болезнь формируется. Но у некоторых она приобретает отвратительные формы. Я наблюдала, как одна суперзвезда российская недавно по-хамски обращалась к своим охранникам. Я подумала, что ведь это опасно, у охранника есть оружие, он может просто довести его до состояния аффекта, и он выстрелит. То есть бывают такие случаи. И бывает, наоборот, максимальная не звездность, как у Саши Барыкиным была. То есть искренний, добрый, честный, открытый человек, при этом гениальный музыкант, гениальный композитор. Многие приятные музыканты, я дружу с Катей Шавриной, народная артистка. Я не уверена, что я была большим за таком ее творчество, но когда я обнаружила для себя такую открытую, честную, чистую, замечательную, восхитительную женскую душу, мне я с удовольствием по-другому уже понимаю ее творчество. То есть я с Лолитой Милявской дружу, к Лолите отношения очень неоднозначные, я думаю, в вашей стране тоже. Я думаю, что некоторые люди относятся к ней как к абсолютному эпатажному фриковому существу. Лолита очень глубокий, очень тонкий, очень деликатный человек. Я помню, как мы с одной известной ювелирной компанией, я регулярно являюсь лицом разных ювелирных компаний. Вот у меня был контакт с Вашим золотом, сейчас у меня контакт с Адамасом. И вот в период предыдущего контакта мы всем звездам решили подарить одинаковые красивые кольца с топазом, с белого золота, с бриллиантами, сапфирами. Не буду вам называть тех звезд, которые приезжают и говорят, что это неприлично мне дарить, показывая там 25-каратник от Тиффани на пальчике. Но тебе 25-каратник муж подарил за то, что ты 5 лет уже честно ему не изменяешь, а мы тебе дарим только потому, что ты приехала к нам на праздник, ты зашел, вышел, никаких обязательств. А Лолита, например, сказала, девочки, вы что, мне неудобно, мне неудобно это брать, даже не смейте мне дарить. Мы, конечно же, ей не только подарили это кольцо, еще подарили кучу всего другого, потому что она настолько искренне, в общем, искренне радовалась нашим подаркам. То есть вот есть хорошие люди в жизни, приятные. А как вы считаете, вы в какой-то момент почувствовали вот эту в себе звездность, вот эту корону, которую потом даже, возможно, какие-то моменты приходилось снимать или нет? Вы посмотрите сами, я в возрасте 20 с хвостиком лет стала миллионером, я умница и красавица. Как вы думаете, могу ли я уважительно к себе относиться? Я уверена, что могу, а моя мама считает меня гением. Неужели вы считаете, что моя мама может ошибаться? Нисколько. Лена, вы писательница, модель, светская львица, еще и певица. Когда вы все успеваете? Я только писательница, но я написала уже 21 книгу, из них 6 на французском языке, и я считаю, что вы смело можете называть меня только писательницей. Хотя вот совсем скоро Украина может считать меня на полном основании еще и телеведущей, потому что, к моему счастью, я обнаружила, что самый лучший видеопродакшн в мире на канале Украина, в стране Украина. И поэтому я теперь, вот, мне выпала такая честь вести одно из очень скоро будет популярных ток-шоу на канале Украина, замеж за моего сына. Я идти изучаю украинский язык с удовольствием. И, вот, мне кажется, что меня скоро можно будет даже смело называть телеведущей. Расскажите о съемках в этом проекте, что вам нравится, что не нравится, какие сложности, какие интересные ситуации уже происходили на съемочной площадке. Мне нравится очень многое, но как откровенный человек, я сейчас вам все честно расскажу. Во-первых, я искренне считаю, что продакшн на канале Украина – это самый профессиональный продакшн, который существует вообще из всего того, что в телевидении я знала. С российским телевидением сравнивать просто невозможно в силу совершенно неблагоприятного моего мнения в сравнении в отношении россиян в этом вопросе. Потому что как дизайн гримерок, так и хамское обращение редакторов с нами, Востанкино, конечно же, ни в какие, так сказать, ворота не входит. А вот от французского супер-продакшна, где там перед любой звездулечкой раскланиваются, расшапкиваются, продакшн на канале Украины отличается только отсутствием душевых кабинок в гримерках. Все остальное на абсолютно мировом супер-уровне. Великолепные декорации, великолепный свет, великолепный звук. Я не знаю, вот с точки зрения технической – великолепно. Единственное, с чем я столкнулась, что мне категорически не понравилось, это один ваш украинский парикмахер, который позволил себе опоздать на 15 минут, тогда, когда все уже были на площадке, да еще и прижег меня своим утюгом прямо в центру лба, тогда, когда нам через полчаса выходить на площадку. Я понимаю, что сейчас у меня или какой-нибудь волдырь вырастет на лбу, или с этой красной полосой я вынуждена буду отработать все пять ближайших программ. Но я при этом ему ничего не сказала. Я смолчала. Но когда зашла наша приятница, редактор, сказала, «Леночка, как тебе маникюр?» Я говорю, знаешь, маникюр не вызывает никакой критики. Безупречно мне сделала одна ваша девочка. Вы знаете, что у меня в России сеть студий маникюра Лен Ленина. У меня 25 студий уже, поэтому я внимательнейшим образом обратила внимание на ту девушку, которая занимается у вас самыми светскими улицами, делает его маникюр. Я в восторге была и честно сказала, что не вызывает никакой критики. Парикмахер, который полчаса назад меня прижег, говорит, «А неужели прическа вызывает хоть какую-нибудь критику?» Я говорю, «Вы напросились, молодой человек. Да, я сейчас вас покритикую. Вы меня обожгли». Он возмутился, отплеснул руками, как это принято. У некоторых очень творческих и очень чувствительных, я бы сказала, натур в парикмахерском бизнесе. Ну и, в общем, мы с ним расстались ко всеобщему удовольствию. А я только хочу вас спросить, а что же вы потом в рецентале с ним сделали? Я думала, что что-то более такое. Я просто приложила холодных льдинок к колбу, и, к счастью, у меня не возникло никаких видимых, так сказать, осложнений. А легкое покраснение мы закамуфлировали макияж. Где вы делали маникюр, которым я уже услышала? То есть, по прическу мы знаем. Как вы подбирали себе наряды на съемки программ? В общем, в принципе, вы же не так долго в Украине. Как вам удалось за короткий срок со всем справиться? В отличие, видимо, от местных звезд, я привожу с собой свои костюмы сама. Их мне шьют лучшие российские и французские стилисты. Поэтому у меня все в порядке с гардеробом. Я надеюсь, что на ближайшие 355 программ мне хватит. А что касается каких-то там требований в райдере, у вас были какие-то свои особенные запросы? У меня не было райдера. Но когда ко мне стали со мной обращаться, как с королевой, и фрукты, и творог, я только заикнулась о том, что я люблю есть. Мне тут же это все привезли. И такой, прямо вот такой, ну, я же не знаю, такой добрый, такой теплый прием, что я поняла, что теперь у меня есть райдер. И что теперь о нем знают, правда, только на канале Украина. Вкус францужинок действительно безутречен. Или это всего лишь миф? Вас разочаруют француженки, если вы привыкли к тому стереотипному представлению, которое складывается о француженках в России или в Украине. Француженки на самом деле одеваются куда более спокойно, чем то, как мы представляем себе одевающихся француженок. Черная кожаная куртка, голубые джинсы, черная футболочка и обязательно спортивная обувь а-ля кеды советского образца. Это вот то, в чем им удобно ходить, потому что француженки на самом деле стервозны. Они не делают никаких усилий для того, чтобы понравиться мужчине, потому что они сами зарабатывают не меньше этих самых мужчин. Поэтому задача выйти замуж и родить детей у нее стоит не раньше, чем 45 лет, и то она к этому вопросу подходит достаточно цинично. Она находит себе донора, сама рожает и, в общем-то, не всегда регистрирует брак со своим донором. Поэтому француженки, конечно же, очень эмансиперны по сравнению с нашими девушками и очень независимы, но и от этого немножечко стервозны. Поэтому каждый француз прикладывает колоссальные усилия, чтобы завоевать женщин, потому что женщин все меньше и меньше, которые готовы вообще на них обращать внимание и делать какие-то усилия. Поэтому любая пожилая, в смысле старшего 17 лет, украинка или россиянка, может смело выезжать в Париж и составить свою судьбу или свое счастье с очень симпатичными, ухоженными, галантными, пахнущими хорошо, имеющими представление о дезодорантах. Бриллиантах французами. Какие мужчины лучше, русские или французские? И почему? Французский мужчина хорош тем, что он галантен, что он интегрально-лазерно-эпилирован. Я не уверена, что все наши парни знают о том, что это необходимые условия для того, чтобы понравиться. Приведу обычный аргумент. Стриптизеры – это те люди, которые профессионально нравятся женщинам, у которых задача быстро соблазнить, они все интегрально-лазерно-эпилированы. Значит, это нравится женщинам. Так вот, французский мужчина, ко всему прочему, умеет подбирать цвет носков к цвету галстука. Французский мужчина всегда опрятно одет и всегда безупречно голланден. Он позволяет женщине быть личностью и позволяет ей работать, хотя некоторые российские мужчины и украинские вульгарно полагают, что женщина должна быть к кастрюле. Тогда, когда, в отличие от французских мужчин, наши мужчины щедрее, ответственнее, они готовы покупать женщине собаки и готовы брать на себя ответственность за ее материальное, в том числе будущее. Так что я считаю, что абсолютную пальму первенства должны иметь лишь какие-нибудь безмолвные стриптизеры. Все остальные мужчины имеют свою достоинство и недостаток. Для вас написание книг – это способ самореализации или способ получить дополнительную прибыль? Если бы даже мне не платили деньги за мои книги, я бы все равно их писала. Но только не говорите об этом, пожалуйста, ни одному из российских издательств, а то они могут этим воспользоваться. Что же касается получения прибыли, то я очень люблю деньги. Единственное, что я им инкриминирую, это то, что они загибаются на углах. Но, в принципе, я их очень люблю и всем вам их побольше рекомендую. Добрый день, Елена. У меня три вопроса. Первый. Вот вы говорите, не просто вынести на обсуждение актуальное для многих проблемы семейной жизни, но и найти выход из сложнейшей ситуации. Скажите, как бы вы решали вопрос уменьшения груди, если бы муж сказал, что большие ему не очень нравятся? Грете Горбо как-то из зала пришла записка. Моему мужу не нравится запах моих духов. Должна ли я сменить их? Она ответила, конечно, только не духи, а мужа. Если муж позволяет себе хоть что-то консиковать в вас, это первейший признак того, что он вас не любит. Поменяйте мужа. Мужчин очень много. В мире их несколько миллиардов. Неужели вам мало? Второй вопрос. Вытекает из первого. Неужели вы думаете, что таких мужчин нет, которым что-то не нравится? И самая любимая моя теория взаимоотношений между мужчинами и женщинами называется «Цена на рынке женихов и невест». Суть ее заключается в том, что очень цинично, но каждый из нас имеет свою собственную цену. Эта цена складывается из-за ряда параметров. Физические данные. Тот, кто моложе или красивее, тот лучше или дороже на рынке женихов и невест. Финансовое положение. Кто богаче, тот круче. Социальный статус. Звезда лучше, чем черно-рабочий. Духовное развитие. Физические данные. Сексуальность. Много-много разных параметров. Интеллект, безусловно, тот, кто умнее, тот лучше на рынке женихов и невест. И вот, считая, что каждый из нас имеет эту условную цену, задача психологов объяснить людям, что только те браки живут долго и счастливо, те партнеры живут в браке долго и счастливо, которые равны друг другу. Все виды мезальянцев приводят к разрыву. Культурный, религиозный, финансовый, интеллектуальный, любой вид мезальянцев всегда приводят к расставанию. Поэтому очень важно понимать свою собственную цену на рынке женихов и невест. Если вы хотите поменять градус или свою цену, или цену, поменяйте своих партнеров в лучшую сторону, меняйте в первую очередь свою собственную цену на рынке женихов и невест. Увеличивайте ее, изучайте новые вещи, становитесь прекраснее, тренируйтесь, культивируйте свое тело, все что угодно, чтобы стать дороже на рынке женихов и невест. После того, как вы знаете примерно свою цену, попытайтесь найти себе партнера такого же по цене, может быть, чуть-чуть лучше, чтобы у вас был стимул расти. Но ни в коем случае не обрекайте себя на тех, кто вас выбирает, потому что по тому же самому закону цены на рынке женихов и невест большинство людей влюбляются в тех, кто их лучше, кто их дороже на рынке. Поэтому женщина, которая пассивно ожидает, кто ее выберет, и выбирает уже из тех, кто ее выбрал, все равно обречена на мужчину более дешевого, чем она на рынке женихов и невест. Поэтому, если вы не хотите общаться с теми, кто вас недостоин, научитесь выбирать сами. Какое из своих книг вы сами считаете наилучшее? Будущее. Каждый раз вот эта новая книга, которой я загораюсь, мне кажется, очень удачной. Что же касается моих прогнозов в отношении успешности книг, то я никогда не попадала. Те книги, которые я считаю гораздо более успешными, чем другие, не добивались блестящего успеха. Так вот эта книга секшуал, как соблазнить любого мужчину, несмотря на то, что это такая же хорошая книга, как предыдущие и последующие, вдруг неожиданно стала настолько крупным бестселлером, что я поняла, что причина здесь только лишь в том, что каждая вторая женщина мечтает стать предпринимателем, но каждая первая мечтает выйти хорошо замуж. Лена, а нужно ли спасать семейные отношения, или лучше уже ничего не спасать? Все зависит от обстоятельств. Если ваш муж, вернувшись из африканской командировки, вас беременную заразил СПИДом, лучше уже спасать себя. А еще лучше, так сказать, не доводить до такой ситуации. Поэтому все зависит от того, в каком положении вы оказались. Если же всего-навсего он оступился и вам изменил, то, безусловно, его нужно один раз просить. Потому что у вас получается великолепный в руках инструмент для манипулирования им. Ведь чувство вины – это мощнейший стимул. Поэтому один раз позволить ему оступиться нужно, чтобы потом всю жизнь им управлять. Главное, чтобы он осознал свою вину, и чтобы вы так его наказали, чтобы ему неповадно больше было. Какой вопрос, если мужчина изменяет хронически, и его измены – это уже не просто желание сексуально себя удовлетворить, а уже психологически поработить как можно большее количество женщин. Тогда, конечно, с таким мужчиной точно лучше не связывалось. Вам когда-то удавалось спасать чужие отношения, сохранять семью, которая почти разрушилась? Я регулярно это делаю. Надеюсь, что каждая моя книга, купленная женщиной, и которая узнает, что она все неправильно делала, это, конечно же, еще один маленький кирпичик в здании, в строительстве всемирного счастья. А нет ли было таких ситуаций, когда женщина, наоборот, прочитала вашу книгу, сделала что-то по вашему совету, а ей ничего не помогло, и начали писать какие-то письма, ну, вам на ваши мейлы, что вот ничего? Вот, знаете, меня могут критиковать кто угодно, но никогда читатели. Все читательницы пишут очень хорошие рецензии. И я в восторге этих писем, которые я получаю, и именно они сподвигают меня на следующие написания, потому что слишком много требований, срочно пишите дальше. Сколько раз вы пересчитываете свои книги перед тем, как отдать их в издательство? Ой, я так до дыр зачитываю, и не только зачитываю, но я постоянно что-то добавляю и улучшаю, у меня уже вырывают из рук, это уже сдаваю, уже сколько можно править. Но мне это как ребенок, мне кажется, что-то еще можно улучшить, да воспитать прежде, чем отпустить его в самостоятельное плавание. С трудом расстаюсь с рукописями. Скажите, пожалуйста, вы впервые в Украине? Я уже приезжала на первый свой мастер-класс, мы делали пробный мастер-класс в Киеве. С этого мастер-класса у меня, например, появилась в последующих мастер-классах неожиданная тема, как заставить мужчину дарить подарки. Это рациональные киевские женщины, требовали у меня прямо в большом количестве ответов на эти вопросы. И я ввела огромную главу на эту тему в мою новую книгу, которая называется «Революция любви». Прекрасно! Какие у вас впечатления от жителей нашей страны? Я страшно завидую украинским женщинам, потому что у вас очень красивые мужчины. И я мечтаю, чтобы никогда все эти красивые украинские женщины не приехали в Париж, чтобы не составить там мне конкуренции, потому что это было бы убийственно. У вас слишком красивые люди. Как вы считаете, чем украинцы отличаются, например, от француза или россиян? Мы отвечаем на этот вопрос уже. Да. Если вы уже бывали в Украине ранее, то расскажите, пожалуйста, какие истории, чувства, воспоминания связывают вас с нашей страной? Заранее благодарна за ответ. Я жуткий гурман. Все мои воспоминания о Украине носят гастрономический характер. Я каждый раз открываю для себя новый вкусный ресторан в огромном восторге от калорийной украинской кухни. Но ничего не меняйте, пожалуйста. Я ради этого лишний раз это единственный мотиватор, когда я заключаю контракты для приезда в Украину. Самый главный основной мотиватор, о чем не догадываются те, кто заключается на договорах, это ваша украинская кухня. Расскажите о своей работе на телевидении. Кие проекты вы выбираете? Что вам интересно в работе телеведущей? К чему стремитесь в этой области? Если проект меня лично интересует, то я с удовольствием принимаю в нем участие вне зависимости от контрактов. Проект «Замеже за моего сына» это удивительный проект, который сможет наконец-то объяснить всем женщинам, в чем суть проблемы между свекровями и невестками. Проект удивительный, потому что он психологически отвечает на огромное количество сопредельных семейных проблем, а ведь семья – это так важно в жизни. Если у человека нет счастья в семейной жизни, то ему очень трудно даются успехи в профессиональном смысле, то у него проблемы могут быть даже со здоровьем. Поэтому очень важно выстроить отношения в семье безупречными, чтобы все остальное получалось тоже хорошо. Поэтому все то, что мы дадим в каждой нашей программе «Замеже за моего сына», будет огромное количество тончайших психологических советов, манипуляций, которые позволяют выстроить хорошие отношения, которые позволяют примирить невесток и свекрови, которые позволяют мужчинам достичь, наконец, гармонии в личной жизни. То есть просто это каждый раз как библия для семьи, которую нужно изучать, может быть, записывать, пересматривать, каждый раз брать на вооружение, потому что, к сожалению, люди очень поверхностно смотрят телевизор. А именно эту программу я рекомендую записывать и сохранять в библиотеке, потому что при восприятии мы запоминаем только 20% услышанного и увиденного. Это крайне мало. А мы даем все 100% этой программе – это очень важная, ценная образовательная информация. При этом развлекательная. У вас когда-то были проблемы с мамой возлюбленного своего? Вот до тех пор, как я начала изучать законы психологии, я и сама сталкивалась с огромным количеством проблем. Моя собственная свекровь вызывала, попила у меня много крови, прошу прощения за каламбур. И она очень критично относилась к длине моих юбок и к моим эпатажным внешним выражениям. Ну, в общем, я сейчас по-другому бы посмотрела на эту женщину и по-другому бы выстроилась отношение, если бы у меня со мной в свое время была возможность посмотреть программу «Знающий самого сына». Поделитесь своими секретами красоты. Я, Лена Ленина, сплю в холодильнике. Говорят, это сохраняет. Ну, заодно там очень удобно, притянул руку, все съел. Я живу очень правильной жизнью, я веду здоровый образ жизни. Я не ем мясо, ни птицам, ни мяса. Я не курю и никому не рекомендую. Я ни грамма в жизни не выпила алкоголя, никакого. Я живу в Париже, при этом ни разу не пила французского вина, даже не пробовала. Я не знаю, что это такое на вкус. Я никогда в жизни, как русский человек, не пила водку и даже не пробовала, даже не знаю, что это такое ощущение водки. Я никогда в жизни не употребляла наркотиков и никогда не планирую этого делать. Я не использую никакой химии, не пью кол и всяких напитков, которые могут бы содержать химию. Я стараюсь крайне осмотрительно относиться к медикаментам и использую их только тогда, когда стоит вопрос жизни и смерти. То есть я обязательно сплю после 12 и не хожу в ночные клубы, потому что все мужчины, которые мне нравятся, в ночные клубы тоже не ходят. Им некогда. В общем, я не делаю ничего того, что может быть расценено как дурная привычка и вред для здоровья. Поэтому я надеюсь, прожить до 120. И расскажите, последняя вот просьба, расскажите, пожалуйста, как заставить, чтобы мужчина сделал предложение? Я рекомендую всем девушкам, которые хотят понять суть отношений между мужчинами и женщинами, прочесть мою новую книгу «Революция любви». Это поможет их приблизиться к идеалу, тем более, что у меня есть там глава о том, какую психологическую манипуляцию, а ведь в этой книге очень много нейроэнергетического программирования мужчин, какую психологическую манипуляцию использовать для того, чтобы подтолкнуть мужчину к тому решению, которое он сам не осмеливается сделать, или у него плохие, так сказать, представления о браке, и так далее. Ну и настоятельно рекомендую отсмотреть весь наш цикл. Каждую субботу мы будем в эфире, начиная с 22 октября. Программа «Замеж за нового сына» – это отличный учебник по семейным отношениям. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Субботу. Субботу. Можно? Находим. Да. Находим. Да. Только если можно со вспышкой. У вас есть вспышка? Нет. Тогда не могу. Али, у тебя вспышка есть? Да. Окей. А для меня было выше на этом фотоаппарате. А, окей. Только без компьютеров? Ну конечно. Не-не-не, конечно, только портретные. Спасибо. Спасибо. За Вам спасибо. Если бы 20 лет назад мы тоже это в школе проходили. Нет. А вам снова 20? Что это? Нет. Ну. Сейчас. Там. 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 Там.